Делаем запись. Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами канал Неизвестный Фэншуй, и я, его ведущая, Дина Орехова. Мы продолжаем тему похудения, тем более сейчас эта тема достаточно актуальная. Завтра начинается лето, это отдых, это каникулы, это отпуск. Естественно, каждая женщина хочет выглядеть сексуальной, привлекательной, чтобы ни один мужчина, проходящий мимо, не отвернулся на неё, именно на ней зацепил свой взгляд, потому что лето – это солнце, это всегда много счастья, много радости, много того, что даёт нам какие-то надежды, перспективы и так далее. Естественно, весна и лето – это период, когда устанавливаются всевозможные романтические отношения. И, естественно, каждая женщина хочет быть красивой и ради этого готова на многие-многие вещи. Этих всевозможных диет придумано аж 28 тысяч, и помимо этого есть ещё всякие пилюльки, есть ещё всякие сжигающие чаи и так далее. Выбор для женщин вот просто максимальный. Глаза разбегаются. Что выбрать? Выбираем, естественно, то, что либо нам по телевизору рекламируют, либо подружка, которая была когда-то полненькая, вдруг резко похудела, является для нас примером, и мы, естественно, берём то, что помогло ей. Но мы никогда не задумываемся, что мы-то вообще-то совершенно разные, и мы не похожи ни внешне, ни внутренне, ни по возрасту, ни по темпераменту, даже по дате рождения, мы не похожи на подружку свою. И поэтому то, что хорошо подружке, не всегда, в общем-то, хорошо вам. И ни одна диета, ни одна пилюлька, ни один чай не учитывают вот эту составляющую, нашу индивидуальность. Я уже говорила, что я рассматриваю вопрос похудения и причины появления лишнего веса через систему пяти элементов, то есть это классический подход традиционной китайской медицины и диетологии, который, когда встаёт вопрос, как решить тот или иной вопрос, связанный либо со здоровьем, либо с похудением, рассматривает очень много составляющих. Мы уже с вами разбирали причины. Это могут быть и ваш возраст. Здесь совершенно разный подход, как у 20-летних, так и, например, у 30-летних. И даже у 35-летних будет совершенно другой подход. Это и ваш гороскоп. Ведь наличие тех или иных знаков в дате рождения говорит о том, что есть у вас склонность или нет у вас склонности к лишнему весу. В какой период времени вы наиболее склонны к тому, что лишний вес у вас будет появляться? А какие периоды вы не очень склонны к этому? И что нужно исключить конкретно из вашей даты рождения? Плюс никто не учитывает такую составляющую, как сезон. Ведь не случайно в природе весной всё начинает расти. Летом появляются первые плоды. И осенью мы собираем урожай, а зимой это всё засыпает. И диеты от этого совершенно разные, потому что органы у нас разные работают. И неучёт этого всего тоже не может привести как к положительному результату, так и к тому, что у вас надолго эта возможность похудеть может быть, будете вы лишены. И плюс, естественно, мало кто учитывает тип человека. То есть по системе традиционной китайской медицины и диетологии у нас есть пять типов людей. Мы с вами уже разобрали. Это тип дерева, это у нас тип огонь, земля, металл. И вот сегодня мы дошли до воды. И, соответственно, у каждого типа разные причины появления лишнего веса. И, соответственно, не может быть совершенно одинаковых подходов именно к этим типам людей. И сегодня мы будем говорить о типе вода. Вода – это, кстати, достаточно очень интересный знак. Он может быть совершенно разный, потому что что такое вода? Это и речка тихая, текучая, и океан бушующий, с цунами и так далее. И поэтому вода, она может быть как незаметной. Вот если вы будете на какой-нибудь вечеринке, воду вы можете практически не заметить. Вот эти женщины, они могут быть совершенно незаметными. Если говорили мы с вами о человеке огонь, у женщины, например, огонь, она вся яркая, она вся такая импульсивная. Ее невозможно не заметить. Она может быть стать звездой любой вечеринки. Но вода, она заметная или незаметная, она от цели своей. Если ей нужно, она может быть достаточно харизматичной и привлекающей к себе внимание. Но если ей это не надо, она может остаться в стороне совершенно незаметной. Вода очень связана у нас с сексуальностью. Это самые сексуальные люди. Поэтому очень много вопросов, связанных со здоровьем, в том числе и карьерой и так далее, у них очень связана именно с сексуальностью. Они обязательно должны быть привлекательными, интересными. И плюс достаточно с таким позитивным настроем. И вода у нас очень связана, ее лишний вес очень связана именно с такими физическими вещами. То есть это питание, это режим дня и это движение. Да, я практически про многих типы говорила, именно на это делал упор, что многие зависят от того, именно от физических вещей, от режима, от питания и так далее. Мы очень во многом зависим от них. Но тем не менее, вода это особый знак. И самое главное в питании зависит от чего? Зависит от того, откладываются вот эти, зашлаковывается организм или нет. Потому что воду, вот бросьте, небольшое количество грязи, да? Она никогда не будет чистой. Даже небольшое количество грязи, даёт грязь всей воде. Она не будет уже чистой. И от чего идёт именно эта грязь? Она идёт от печени. И не случайно я на печень уделяла очень много внимания. И вода очень зависит от того, что у нас происходит в органах дерева. То есть дерево отвечает за печень. Что происходит с печенью? Именно так как очень много продуктов, и я очень часто об этом говорю, в первую очередь оказывает негативное влияние на печень, то, соответственно, если мы взлим печень, у нас сразу же зашлаковывается вода. Очень мало диет это учитывают. Например, в своё время я сидела на белковой диете, потому что моя приятельница очень хорошо похудела, и я увидела вот её просто такой реальный результат. Она реально всегда была пышечка, а тут идёт вот такая вот вся фигуристая девушка. Естественно, я хочу то же самое. Я даже не изучаю вот плюсы и минусы этой диеты. Для меня было одно, как для всех женщин. Плюс, то есть быстрый результат. И когда очень много лет после я прочитала про эту диету, сколько она негативного оказывает на организм, в первую очередь на печень. А так как я человек дерева, у меня самый орган, который уязвимый, это печень. То есть удар я делала на эту печень неимоверный. И поэтому многие параллельные вещи, которые сопутствовали диете, это вот ухудшение какого-то моего психического там состояния, я как-то депрессировать стала больше, я плохо спать стала. У меня там вот с кожи начались какие-то проблемы. Я, честно говоря, не задумывалась, что это именно связь прямая с тем, что на какой диете я сижу. И именно вот как раз вот эти диеты, которые бьют по печени, они очень негативно сказываются на человека, элемента вода. И поэтому похудеть она может на какое-то время, сейчас мы об этом поговорим более подробно, потому что здесь вода, она вообще очень интересный знак сам по себе. Но вот именно состояние тела очень зависит от того, в каком состоянии у человека находится печень. Поэтому очень большое внимание нужно уделить именно тем продуктам, которые не дразнят печень. Это в частности продукты земли, это крупы. Хоть у нас очень многие люди говорят о том, что ой, крупы, это же углеводы. Очень много заблуждений. И поэтому количество людей, которые сегодня страдают лишним весом, с каждым годом неуклонно растет. Почему? Потому что люди забыли о том, что вообще полезно для нашего организма, что ели наши предки когда-то, не случайно говорили, щида каша – пища наша. И сегодня про каши забыли все напрочь и исключили полностью из своего рациона. Именно не просто каши, а вареные каши из цельного зерна. И самые полезные – это, естественно, перловка, пшено и рис. Я каждый раз про это говорю. Эти крупы очень хорошо укрепляют печень и дают нам необходимые те соки, которые ей нужны. И этот факт очень сильно надо учитывать. Плюс, смотрите, такая составляющая. Самый уязвимый орган у человека – вода – это почки. И вот смотрите, почки, они состоят, вот если вы анатомию изучали, они как бы состоят из двух половиночек таких, да? Сама почечка. И если говорить по философии вот именно китайской метафизики и традиционной китайской медицины, то вот эта одна половиночка – это как бы инь, а другая половиночка – это ян. И даже то, в каком состоянии вот эти две половиночки зависят, будет человек полнить или не будет, или окажет та или иная диета на него то или иное положительное воздействие или не будет. Где-нибудь вы слышали о таких вещах? Я думаю, что вряд ли. Мне вот именно поэтому нравится очень сильно китайская медицина и диетология в том, что она ищет корень проблем. Корень, ведь вырубив корень на корню, так сказать, да, вот масло масляное, у нас уйдут очень многие проблемы сегодня. И вот возвращаясь к тому, что инь и ян, если у нас недостаток инь в почках, то есть мало жидкости, то есть мало крови у нас в организме, недостаток инь, то человек, если он сидит на этой диете, то он, вот, например, белковый, да, он может похудеть на какое-то время, но со временем ему будет достаточно плохо. Почему? У него через какое-то время начнутся депрессии, у него начнутся страхи. Вот вообще вода очень связана со страхами. Вот если с вами человек, который всего боится, который вот шарахается, так сказать, от любого шороха, который, глядя какие-то новости, у него просто появляется панический страх, «Боже, да это туда нельзя ездить, там взрывают, ой, я боюсь на лифте ездить, там кто-то где-то в лифте падают» и так далее. Когда у них постоянные вечные страхи, у этих людей вот 100% больные почки. И, соответственно, учитывать это тоже нужно. И когда она начинает вот какие-то белковые диеты, она может на какое-то время похудеть, но потом у неё появляются сопутствующие проблемы. Соответственно, когда у нас психика ненормальна, я уже про это много раз говорила, нам что хочется? Хочется сладенького, хочется съесть какой-нибудь сертанинчик, добавить себе настроение. А чем мы заедаем? Пироженками всякими, мороженками, шоколадочкой, конфеточкой. И начинается у нас надуваться мы начинаем. Соответственно, а корень-то где был? Корень был совершенно в чём-то другом. Мы опять используем какие-то диеты, напрочь убивая наши почки. Есть вторая составляющая, недостаток ян. Когда недостаток ян в организме, у нас обычно люди полнеют от этого, что много жидкости скапливается. То есть вот эти отёки, когда их достаточно много. И, соответственно, добавляя ту же белковую пищу, ещё больше. Получается, что эти отёки не уменьшаются, а наоборот будут ещё больше. И ведь лишний вес – это не только жир. Лишний вес – это плюс много жидкости. И одними средствами, которые изгоняют эту жидкость из организма, здесь не справишься. Вот если у нас кран течёт, можно соседей залить. Правильно? И либо мы ведро воды подставляем, чтобы как-то буду это собирать, либо мы всё-таки прокладку поменяем, и у нас кран будет хорошо закручиваться. И здесь тоже так же. Закройте этот крантик, который образует излишки жидкости в вашем организме. И тогда у женщины воды не будет больших проблем с лишним весом. И всегда хочется ещё раз повторить. Между причиной и следствием очень большое бывает расстояние. И пока мы молодые, у нас одна цель – быстрое-быстрое похудение. Когда у нас уже определённый возраст, быстрое-быстрое похудение, 10 килограмм за неделю, 20 килограмм за неделю – это уже не для нас. Поэтому узнавайте себя, чтобы проблема ваша именно решалась в корне, а не в следствии. И тогда результаты вас будут только радовать. На сегодня всё. Мы закончили с вами разбор типов людей. И в следующий раз, в пятницу, мы начнём с вами именно разбор всевозможных диет. И конкретно я хочу остановиться на такой диете, как сыроедение. Сегодня очень многие люди этим увлекаются, не задумываясь о том, чему может это привести. А это может привести к очень серьёзным-серьёзным проблемам. Но об этом уже в другой раз. И жду вас в пятницу, также в 10 утра. Следите за расписанием. На сегодня всё. До новых встреч. Пока-пока. С вами была я, Дина Орехова. Субтитры создавал DimaTorzok